Здравствуйте, зрители! Сегодня Латвия в преддверии большого спортивного события. Это кубок Мухаммеда Али. Это супер, да? И полуфинальный бой нашего великого спортсмена Майриса Дребеса. У нас в гостях президент Федерации профессионального бокса Андрей Ахмедов. Андрей, расскажите, как вот прошлый год матч с Мусиком, а этот год, да? Ну, в общем, карьера Бребеса, успехи Латвии на международной боксерской армии. Всем добрый день, всем зрителям. А по поводу все, что происходящее у Латвии по боксу, на свечном это на высоком уровне очень. Это очень... Для Латвии это грандиозный праздник, это бой, это шоу, это, наверное, таких шоу, это раз в сто лет бывают такие, да? И вы спрашиваете про Усенька Бребеса, как это все происходило, все это, весь бой просто был на одном дыхании, было все зрелищно, всем было все интересно. Как бы сегодня проходит вторая суперсерия, как бы в преддверии 15 июня боя Бребеса с Кришином и Лаванским. Как бы, ну, я думаю, будет все позитивно, все будет хорошо. Нет, ну, а для меня, для меня, для меня, что за карта? То есть, Латвия становится одним из известных мировых боксерских центров. Да. Латвию начинают признавать, узнавать, и, скорее всего, будет, а так и будет, потому что у нас есть такие боксеры, как Майлис Бребеса. Но бой Майлиса Бребеса с Кусиком посмотрели миллионы человек во всем мире. Две снижки практически, если я знаю. Я это был трансляцией, я телевиден, все смотрели. Но бой, как говорят специалисты, он даже был более зрелищный, чем финальный бой. Намного, потому что все стояло, могли бы отойти сюда, и туда победил, и Бребесу, и Усик. Все было так, ржато все, и зрелищно. Решение судей было 2-1 в пользу Усика. Да, да. А финальный матч с Гассиевым, по-моему, Гассиевым, Гассиевым, да? Гассиевым, Гассиевым, да? Да, там практически все явные преимущества были. Он, да, он просто в одну кассу, в одну калитку, как говорили в боксе, это... Ну, в суде отдали, в единогласном решении отдали Усику, там не было даже сомнений. А с Мависом была такая ситуация, очень шаткая. Усик мог в любой момент сдать бой. Так, скажите, пожалуйста, вот расскажите о федерации. Федерация профессионального бокса. Федерация профессионального бокса, она, как бы, с 90-х годов эта федерация. И, наверное, это больше, так сказать, у нас в число подняется, так же, вот в этом уже эфире. А на данном этапе федерация бокса работает в усиленном режиме. Как что, там будет много круга шума гостей и большое такое шоу, и она уже двигает это все с 15-го года, если была какая-то пауза. Но все, что происходило, происходило под организацией. Было очень непросто, я скажу. Но основные задачи федерации? Основная задача федерации профессионального бокса, она должна иметь контроль. Контроль такого плана, что все были защищены, застрахованы. У всех была медицина, все было просмотрено. Прежде чем все это запустить на арену, как бы безопасность больше всего, и диалоги между междуными организациями, привлечение к спорту, и молодежи, и спонсоров, и всего остального. То есть ситуация, когда Латвия действительно становится одним из значимых центров, то есть не Вильнюс, не Таля, не Варшава, и они могут похвастаться за таким количеством серьезных мероприятий в рамках бокса. Да, они не только по ним похвастаться, они даже заикнуться не могут, потому что только здесь это и происходит, как бы ни в Эстонии, ни в Литве, как бы ни пытались. Благодаря, конечно, Марису Брейдису, это все, и как бы все здесь началось, и развернулось так масштабно, как бы никто даже не мог предстоит. Но, безусловие, наличие лидера, наличие гениального спортсмена, под которого все это создается, плюс организационный опыт, возможности и амбиции Федерации Профессионального Бокса. Да, Федерация Профессионального Бокса, конечно, немаленькое значение имеет, она делает большую работу, а работа в том подготовлении всех администрационных моментов, это начало переговоров со всеми журналистами, чтобы это все здесь устроить, работу с людьми, с менеджерами, со всеми боксерскими, и это непросто, все сложить, и с людьми очень трудно согласовать, на данный момент это и финансовая часть, и политическая, может быть, часть где-то. Но мы стараемся, и будем стараться. Вышли. Ну что ж, желаю больших успехов, потому что ваша организационная работа одна из важнейших составляющих. Давайте вернемся к истории профессионального Бокса-Ватрии. Да, да. Вот, сейчас мы пригласим чемпиона СССР 1975 года Вячеслава Буфмя. Вячеслав, можно рассказать? Значит, я представлю, Вячеслав Буфмя, видимо, самый известный боксер, ватрийский боксер, в времен СССР, легенда латвийского бокса, организатор, учредитель ассоциации профессионального бокса, Вячеслав, расскажите, как за... ну, ваша карьера, вы были чемпионом, вы были дважды серебряным призером чемпионата в СССР, дважды бронзовым призером. Расскажите, а вот свои боксерские коллеги того времени? Ватрии всегда был сильный развитый боксер в советское время, сильный, хороший боксер. Были боксеры, был чемпионом Европы, Пумин Шалович, он был чемпионом Европы, Юрий Ваулин в 87-м году был чемпионом Европы, а чемпионом Советского СССР было и еще больше. И финалисты были, и такие совсем сейчас... Так, хорошо. Вячеслав. Ассоциация профессионального бокса организована в каком году? В 90-м году. Создан Союз профессиональный боксер в Латвии. В 90-м году? Да. Первый название. А чем название было? Первые бои профессиональные. Первый, во-первых, из первых советских боксеров со всего Советского СССР. Первые уехали в Америку на профессиональных рынках. Уехал наш боксер, чемпион Европы, чемпион Советского СССР Юрий Ваулин. Это был конец 89-го года. То есть, платы стояло в истоках существования бывшие на территории бывшего Советского Союза профессионального бокса. То есть, по-моему, кто раньше зарегистрировался в европейских мировых структурах? Россия или Латвия профессиональная? Латвия зарегистрировалась раньше, чем Россия. В европейских. А в мировых, вместе мы в один год, в 93-м году. В Латвии, Россия и Украина. Вячеслав как спортсмен, как чемпион, естественно, амбициозный. Расскажите, по-моему, 92-й в год, о планах по матчу Старсонова. Это была история такая. Стали мы заниматься, уже проводить соревнования. в Риге уже, наверное, 4-5 боев организовали таких на высоком уровне, хорошем. И совершенно случайно появился один товарищ, Игорь Слава, был, сейчас летел и в аэропорту встретил Тайсона. Я говорю, ну, хорошо. Ну, он говорит, ты по-андейски не разговариваешь? Он говорит, да, я не разговариваю. Но его, с ним был его юрист, он со мной там начал говорить, чуть-чуть по-русски, и сказал, что юристы, а, оказывается, вот, у этого юристы, жена была латишка. И, в общем, они завязались, как вы взяли координаты с этим юристом. Он приехал ко мне этот товарищ мой Игорь Слава, вот так и так. Начали списываться с этим юристом его витальсами. И подписали такой контракт о том, чтобы проводить соревнования в 95-й год он должен был выиграть второй бой с Холлифилдом, если он выиграет, тогда он должен был драться на территории Риги. Кто бы не был его противник. Ну, это же фантастика. Для того времени увидеть, увидеть Тайсон, Тайсон, живьем, фантастика. А Тайсон в Риге просто... я Тайсона увидел первый раз в 1984-м году. Я уже был тренером и был на соревнованиях в Финляндии. Там был любительский, в Финляндии, и в Финляндии были три боксера из Америки. Маленький мест, полутяжелый и тяжелый. Тяжелый месяц раз Тайсон. И вот, значит, перед финальным днем, уже мы были там во дворце, подходят эти трое ребят, черненькие, с музыкой с собой несут. Вокруг них мальчишки финские. И они заходят в фойер, включают музыку и один из малышей, с которым 48-м, 51 килограмм был, маленький, но без, стал танцевать брейк. Тогда это была такая новинка, что финляне и люди там человек 150 собрал и все смотрели. И потом, когда там минут 8-10 он танцевал, кувыркался, все. Потом после этого начали все хлопать и бросать деньги. И я сам лично видел с Тайсоном снял свою тетку бейсбол и собирал деньги. Thank you, thank you, thank you. Вот я, когда первый раз увидел Тайсона, он выиграл бой, потом доской он очень красивый на кухне. И он уже тогда и беднее. Да, что беднее. Вот так. Ну да, он великий боксер, да? Великий боксер. Потом я еще Тайсона видел, когда он в 93-м году сюда не приехал. А в 97-м году, когда он дрался в бой с Холлифилдом, когда откусил ухо. Я присутствовал на этом матче. На этом матче, да, брат. Я прибыл. обратился в федерацию. Видели, как он подкусил? Видели, было, откусил и выпрямил. Ну, там даже не так было. Там было, откусил, выпрямил, там, непонятно, сначала остановили, там, драка, шум, там, судья не могут разобраться, что делать дальше. Ну, и главный судья, судья о ринге говорит, ну, ты спроси, он может боксировать? Будет он боксировать, или нет, тот ему подходит, ходит и говорит, ты можешь боксировать, будешь боксировать? Он говорит, буду, матом его обговорил, буду. И опять, значит, все погоняют с ринга, остаются два боксора, на 105. Гонг выстративает, судья останавливает, опять проверяет капа, есть или нет, капы опять нет, понимаете, капы не поставили, потому что первый раз он выкусил, когда он откусил, капы не было. А капы не было, капы не было, он без капы выкусил. И вот, когда на это продолжение боя, капу, ему говорят, капу бей, этот, если бы надо его делать, раз, жест, и опять не бил, это, штаба того раз не ладит. И он второе ухо не укусил. Ах, да, 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 да. Второе ухо укусил. И тогда уже прекратили боль, и там драка началась. Хорошо, вернемся к матчу в Лиге. Да, да. Насколько я помню, да, организационно были подписаны договора, да, все это должно было произойти в Лиге. Что же произошло, почему матч не состоялся? Потому что его уже там посадили, начали в уголовное дело, его там, тогда его вставили, но его посадили в тюрьму. Завели в уголовное дело, вы его посадили? Уже в уголовное дело, мы изменились, но и его вставили. Так что, Федерация профессионального бокса в Латвии со своей стороны сделала все, от себя в зависимости, но звезды, да, звезды не так встали. Не повезу. Вячеслав, Сейчас у нас в гостях, сейчас вы, наша легенда, вы создатель, организатор Ассоциации профессионального бокса, Федерации. Вот представьте, пожалуйста, сейчас следующие наши гости, А где, после Майриса, кто? Где эти звезды? Где эти звездочки? Представьте, имя сейчас пригласили. Сейчас, сейчас скажу, сейчас. Есть звезды, которые воевут за Майрисом. Еще не хочу сказать, что вот так закатится звезда Майрисом. Дай Бог, что он еще боксировал на себе, на радость и нам, на счастье. Вот. И показывал пример этим самым, чтобы молодежь больше занималась боксом, спортом, а не курили наркотики и употребляли алкоголь. Поэтому, я скажу, что в Глате сейчас подъем бокса заметно чувствуется во всем. Вот. В пятницу увидите, какие там будут на бои проводить наши боксеры, выпиши. Кроме Майриса Грисовича, там еще будет ряд хороших боксеров, надо все увидеть, посмотреть. Поэтому сейчас говорит, кто из них лучше. Восходящие звезды на большом уровне, подъем очень хороший у нас. И скажу дальше еще что. Сейчас вот у нас девочка находится в гостях, сейчас, что она пойдет сюда, наша молодая девочка не Карина была. не Карина, сейчас она придет, познакомьтесь. Вот. Ставала финалисткой первенства Европы. Пока среднолюбитель, она еще молодая, перспектива, не планируем так, как Кайсон, или как Брейт, чтобы она стала, нет. чемпионкой группы, и попала на лепесты, и попала, и стала, завоевала. вот я так думаю. Вячеслав, спасибо. Сейчас мы приглашаем молодых звезд. Всех пригласите на бой. Да, конечно. Всех желающих, всех любителей, всех любителей и боксов 15-го числа, Варена Рига, 19 часов, начало боя. Радов вас, вас ждем. Спасибо, Вячеслав. Теперь молодежь. господин Горня проанонсировал на взвозочку. Прокомментируйте, пожалуйста, господин президент Генерации. Ну что, можно сказать, мы, конечно, тебя поздравляем, ты большая молодец. Скажите, что выиграла Николина? Николина стала финалисткой чемпионатом Европы, который проходил в Румунии. Это Горни Гаус проходил. Она стала серебряной медальку Бритвана. Сделала очень большое дело. За нас начал разговаривать и уже в любительском боксе, женском. Ну, что она сделала? Насколько важен этот успех в женском боксе? Это первая, по-моему, медаль. Это первая вообще, да, в женском боксе, в истории материнского бокса. Это первая серебряная медаль. У нас есть бронзовые медали девочек. Это очень важно для персонального бокса, потому что мы знаем безлюбительского бокса, персонального не может быть. для нас большой подарок и большой шаг вперед. Хорошо. Очень важный момент, потому что Бритвес лидер, а за ним должны подтягиваться вот эти резервы, которые через 2-4-5 лет. Николина, сколько вам лет? Мне 15 лет. 24 июля 2016. Сколько боев ты провела на любительском? 70 боев. 70 боев. Да. Уже немало. Уже немало. А сколько лет ты занимаешься? Я занимаюсь 3,5 года. В сентябре будет 4 года. 4 года. Кто тренер? У кого начинала? Я начинала у Александра Сотника. Сейчас тренером Сухаэлида. Упрямо говорим. Порочу немного денег. Подо всем то, что меня это не будет. И без них. Ну, а главный, наверное, это менеджер, папа. Сейчас дадим вам условия. Расскажите о своем спортивном прошлом и настоящем. Добрый день. я сам представлю. Оскар Бокис Парези. Я сам пошел в спорт очень поздно. В 99-м году занимался 7 лет. Стал чемпионом в Латвии по кейбоксу в категории 81 кг. Потом у меня, конечно же, как у всех молодых ребят появилась семья. Стали рожаться дети. Первый у меня Галина и еще у меня две точки. И я взял, конечно, перерыв. Спорт я продолжал заниматься, но для себя. Скажем, футбол и разные виды спорта. футбол в 2012 году я вернулся обратно в спорт и стал любить и поддерживать форму и заниматься боксом. Сначала я у Виктора Биты два года занимался, потом перешел к Александру Сотникову. И по сей день я сейчас поддерживаю форму и занимаюсь у Александра Сотникова. Расскажите, никогда не 15 лет. любительский спорт не исключено, что в преддверии профессионального. Как вы видите ее спортивную карьеру? В ближайшее время, скажем так, у нас есть план. План это 24-й год Олимпиада. И это как бы еще не маленький срок, 5 лет. Поэтому для начала мы должны весь свой тренировочный процесс планировать выступление на Олимпиаде 24-го года. Но в ближайшее время это 20-й год, это чемпионат Европы. Обязательно надо взять призовое место, но лучше, конечно, быть победителем. А после как бы на этом чемпионате Европы идет отпор на мир. И в 20-м году у нас уже по юношам, не юношам, а молодежи уже будет чемпионат мира. И там надо будет себя проявить. Поэтому на дальние перспективы мы пока только видим этот год. Большая работа на подготовку и выступление на чемпионате Европы и на чемпионате мира. Так, грандиозные планы, учитывая, что на сегодняшний момент Николине 15 лет, она выступала у 17, а следующий чемпионат Европы, где вы планируете побеждать или быть призерами, это у 19. Насколько реалистичны эти планы? Ну, как и любой тренер, я как отец, конечно же, мы надеемся и как бы, да, у нас есть план, подготавливаемся и будем сейчас целый год тренироваться для того, чтобы показать очень хороший и достойный результат. нам как бы не только достаточно, скажем, быть на уровне, нам, чтобы побеждать такие чемпионаты Европы, надо быть на голову выше спортсменов, потому что присутствует и волнение, скажем так, ребенок еще волнуется, переживает, где-то это сокращается, и возможности, способности, поэтому нам надо быть на голову выше, и для этого мы ее устраиваем сейчас на весь год, чуть не понедельно, дневной план подготовки чемпионата Европы, чтобы она могла достойно выступить и завоевать золотые медали. Николина, а в каком классе ты учишься? Сейчас закончила 9 класс. А не тяжело? Сколько тренировок в неделю, в день? Наверное, где-то две тренировки в день практически у тебя. Как с успеваемостью? Все хорошо. Хорошо, тогда мы спокойны за будущее латвийского женского букса. Хорошо, спасибо. Николина, мы побеждаем, пожелаем тебе успехов. Мы будем не то, что следить, наблюдать за ростом. Мы пожелаем успеха твоему отцу, тренеру, менеджеру. и продолжаем наши славные боксерские события, о которых нам говорил Вячеслав Бойде. Спасибо. Так что, давай ручку. Ох, какая крепкое пожатие. Теперь мы возвращаемся к главной теме. Главное событие мальчик Марису Брэдису. Расскажите о сопернике. Соперник Марису Брэдису Кричнев Лавацкий. Очень серьезный соперник. Марису достался тяжелый соперник рядом в полуфинале. Ну, там поставь не будет в этом шоу, как бы суперсерии, все лучшие собранные бойцы. Соперник очень наглый. по-спортивнику. По-спортивнику. спортивная наглость, можно сказать, так это присутствует в спорте, в любом спорте, даже в шахматном спорте. Но боксные шахматы здесь думать надо. Из-за этого соперник очень настырный, наглый, бьет с двух рук сильно, очень старается вложиться в каждую руку, попасть. Очень серьезный соперник, очень сложно соперник. Но Марису Брэдис, наш парень тромов, он хитрый, быстрый, как бы, я думаю, разберется с сперником. Мы надеемся, мы надеемся, что мы верим, что Марис будет в финале. И тогда мы будем говорить уже о финале. Вот вспоминая бой с Усиком, Усик же олимпийский чемпион. Да, в любительском боксе особого успеха не достиг. И вообще он, по-моему, из кикбоксинга пришел в рядец. Начинал боксом, потом ушел в кикбоксинг и обратно вернулся в бокс, потому что в боксе большая перспектива, еще в кикбоксинге и боксинге, это классика, на самом деле она не меняется. Да, он пришел в бокс, у него в любительском, он, ну, да, он хорошо боксировал, там проблем не было, но все равно он у него лучше получался профессиональный боксинг, потому что это другой бокс, это немножко бокс с отдаленностью, потому что в любителях это 3 по 3 раунда, 3 минуты, 3 раунда, 2-3 минуты, а профессиональный до 12 раунд доходит. Если время поменять себя и Кабридис умеет делать, на том профессиональный боксинг. на этом уровне все, первоигровая десятка, все таланты, так все профессиональные, тут бы я поскорил, потому что есть боксеры, которые не могут поменять себя, если ты, как в боксе говорят, если в каждом раунде ты можешь себя поменять, тактику будет, ты профессионал, но что это Бридис умеет делать? Он может и катить, и назад, и просто без удара идти, как он сказал, может боксировать без рук. Да, читал, у него была травма, и Бридис говорит, что впервые он, пациент, заставлял себя боксировать без рук, учитывая травму. Да, у него была травма, но он сейчас в полной боевой форме, мы его ждем на ринге, и будем болеть за него, переживать, и, как бы, я думаю, он разберется в спортивном смысле. Так, хорошо. Ждем, не дождемся, просто, а вот, безусловно, это суперсобытие. два полуфинала изгибают. О, второй полуфинал тоже. Да, второй полуфинал это будет проехать в Риге, это еще первый раз в истории, что два полуфинала проходят в один вечер, и нам очень приятно, что они выбрали Ригу тоже. А кто второй полуфинал? Сейчас я скажу, это будет Дортикас и Тавит. Это Кубин. Дортикас, чемпион, олимпийский чемпион, и Тавити, Андрей Тавити, он так называет, он тоже парень сильный, кто-то не олимпийский чемпион, но очень серьезный соперник, так как у него менеджер Флойд Мэйл-Эйзер. Лично Мэйл-Эйзер? Да. Лично. Флойд Мэйл-Эйзер его тренирует, тренирует у вас. Мировая легенда, один из величайших боксеров мира. Да, очень техничный, зрелищный боксер. А он будет здесь? Вот, говорит, что будет, ждем. Отец, отец как тренер, как скажешь, Мэйл-Эйзер, он точно будет, он прилетает, и говорят, что он будет, будет, прилетит, он уже это фантастика. То есть в Ригу, в Ригу съезжаются уже мировые личности, уже легенды мирового профессионального бокса. О том, что мы когда-то где-то читали и смотрели в каких-то новостях по телевизору. Вот как нам Бодни рассказывал о матче, об организации матча с Тайсоном. звезды не встали, но теперь, я думаю, Федерация профессионального бокса реализует заложенные в Бодни амбиции и уже выходит и выйдет на этот мировой уровень, где дело не только посмотреть, даже посчитать. Андрей, спасибо большое. Надеюсь, вам спасибо, что вы нас приносили. И огромное спасибо, потому что без вас как без ведущих приглашают на телевидение, на эфир не было бы нас, может быть, и не узнали бы этого, а чем больше узнали, узнали, узнали. и учитывая, девочек, и учитывая, что Гарис Брегис, Порзингис, Стопенко это наша национальная идея, это то, с чем мы можем бороться за мировой, конкурировать в мире. Спасибо, Андрей. Спасибо. Надеюсь, на следующей неделе мы сделаем еще одну передачу и пригласим несколько экспертов, чтобы прокомментировали бой. это будет очень интересно, потому что мы это все увидим изнутри и можем много чего теперь еще раз пригласите на бой. Да, всех приглашаем на бой 15 июня пойдет грандиозное шоу, где наш любимчик Морис Брегис выступит в финале против Кышева-Гловацкого и победит. И выберет. Спасибо. Спасибо.